МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона подвел итоги 2015 года и обозначил главные задачи развития Красноярского края на 2016-й. Речь шла и о медицине, и о развитии дорожной отрасли, и о том, как сделать так, чтобы бюджет Красноярского края становился больше. Вот сегодня некоторые, на наш взгляд, важные, самые важные отрывки этого выступления мы предлагаем вашему вниманию. Смотрите. Еще раз хочу вас всех поздравить с наступившим Новым Годом. Еще раз поблагодарить вас за работу в году прошедшем. Нам предстоит в ближайшее время очень подробно обсудить итоги работы в минувшем году. Будут проходить расширенные коллегии всех министерств и ведомств. Пройдут заседания в общественных советах во всех наших органах государственной власти. Будет череда активов и встреч с общественностью, с экспертным сообществом. Хочу, чтобы все вы были в этой работе очень конкретны, энергичны, самокритичны. Это обязательно для того, чтобы более точно и правильно определить наши планы действий в году наступившем. Я уже говорил, что год назад мы определили очень серьезные ориентиры роста. В абсолютном выражении это 15-20 миллиардов рублей в год. В относительном выражении это примерно 15-процентный рост. 15% рост каждый год по доходам. Я несколько раз в этом году, комментируя вот эту базовую задачу, говорил, что очень важно поставить самые большие задачи. Что я не буду считать их нереализованными, если мы прирастем не на 100, а на 80. Но прирастем. Но год прошел, и адаптация и на мне сказывается. И я говорю, что это минимальный необходимый рост. В чем вижу здесь серьезные резервы, которые мы еще не используем в формировании доходов нашего бюджета? Ну, прежде всего, это дальнейший рост прибыли в крупнейших компаниях нашего региона. Вы знаете, что в добыче нефти у нас предстоит запуск новых месторождений и переход на промышленную добычу и в Ванкорской зоне, и в Ивенкии, и даже там через, думаю, 3-4 года на Таймыре будут новые промышленные добычи нефти. Будет рост налоговой отдачи у Норникеля. Тоже определен большой рост добычи рудных материалов. А это рентабельное производство, и надо правильно учитывать и планировать в отдаче по налогу на прибыль. Надеюсь, что уже в этом году средняя цена на металлы будет выше 2015 года. А это тоже дополнительная прибыль, дополнительные доходы. У Русала рост производства, за счет этого рост экспортной выручки и повышения уровня технологической прибыли. Прибыли, которая зависит от снижения издержек. Достаточно большие резервы, тоже я прошу профильное министерство конкретно поработать на всех переделах, чтобы технологическую прибыль повысить. Будет рост добычи золота и тоже эта прибыль. Абсолютно убежден, что цена на золото вырастет. Мы должны будем завершить, не могу сказать, потому что мы в самом начале пути провести скорее серьезную организационную обновление, перестройку работы поликлинического звена. Низкая удовлетворенность медицины начинается в поликлинике. Плохое здоровье начинается от осознания того, что поликлиника мне ничем не поможет, не нужна. И я отказываюсь от тех больших возможностей, которые государство создает в амбулаторно-поликлиническом звене. Некоторые элементы этой реорганизации, обновления у нас уже действуют. Поэтому, Вадим Николаевич, что-то придется масштабировать, что-то придется вновь принимать и внедрять. Думаю, что нам не обойтись здесь без очень конкретных и жестких требований к обновлению медицинского образования и подготовки врачей. Надо найти взаимопонимание с университетом и срочно внедрить в систему курсов подготовки врачей общей практики. Нам надо будет провести не раз нами обсуждаемую типизацию лечебных учреждений и четко определить структуру самой поликлиники. Чтобы эта структура меняла роль участкового врача или врача общей практики. Чтобы эта структура определяла очень эффективное взаимодействие медицины общей практики со специализированными диагностическими центрами и лабораториями. Нужна новая схема авиационного сообщения внутри края с точным пониманием размера субсидирования и правил субсидирования. С тем, чтобы система была открытой, чтобы не только Красавиа могла быть исполнителем этой программы, чтобы эта программа была понятна и привлекательна для всех авиационных перевозчиков. Поэтому я думаю, что нам нужно создавать свою систему эксплуатации тех необходимых базовых аэродромов и посадочных площадок, которые будут в нашей схеме. Разделить эти бизнесы между собственно авиаперевозками и содержанием аэродромов. То есть создать собственное казенное предприятие, которое будет способно это делать. Да, это потребует некоторых дополнительных средств, но это средства эволюционные. Я не ставлю задачу в один год там все аэропорты сразу отремонтировать, привезти, но если не делать это вовсе, они придут в такое состояние, что потом их уже не восстановить. Я просил бы Министерство транспорта и правительство выйти на новый уровень взаимодействия с Красноярской железной дорогой и максимально усилить железнодорожные рельсовые перевозки в крае. Обратив особое внимание на пригородные перевозки. В этом году дорога пригородные перевозки увеличила, по-моему, больше, чем на 20%. Окружная дорога действует в Красноярске, но инфраструктура там еще остается очень примитивной. Нам нужно сделать полноценную кольцевую рельсовую дорогу с качественными пересадочными узлами. И эту инфраструктуру мы будем финансировать в особом порядке, готов на это уделить особое внимание этому. В то же время мы договорились и с министром Соколовым, и с руководителем российских железных дорог, что в крае будут сняты все ограничения на дальность пригородных перевозок. То есть мы должны рассмотреть и Ачинск, и Каннск, и некоторые другие наши точки, чтобы пригородное сообщение перевело часть пассажиропотока с автомобильных трасс на рельсы. Конечно, нам предстоит увеличить объемы дорожного строительства. Здесь мы еще в этом году должны добавить полмиллиарда на муниципальные дороги внутри границ. Мы начали, там, 500 миллионов выделено на дорогу Пишино-Северо-Енисейск. И есть поручение президента по мосту. И есть вероятность, что там некоторые субъективные связи и факторы позитивно повлияют. Поэтому тоже прошу здесь с Минтрансом начать работу незамедлительно. И я думаю, что мы получим еще федеральные ресурсы на эту большую дорогу. Хочу пожелать вам позитивного созидательного настроя, веры в свои силы, активности в решении всех стоящих задач, смелости в подходах и предложениях общего характера. Мы одна команда. Я желаю вам успехов. До 1 февраля я жду план действий правительства края, администрации губернатора края, каждого органа исполнительной власти. Это были отрывки из выступления губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Сегодня, напомню, глава региона провел большое совещание с участием краевых министров, депутатов законодательного собрания и руководителей краевых предприятий, где обозначил главные задачи развития Красноярского края на 2016 год. Более подробно об этом с губернатором Виктором Толоконским мы будем разговаривать в следующий понедельник в большом интервью, которое выйдет в эфир, традиционно в 18.50. Не пропустите. С вами был Ян Ермешов. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова